В четвертом гитаре 125 минимум? Да! Нуржан Куланыш – выпускник 17-й школы Кустаная. Кстати, планирует стать врачом. Конечно, признается юноша, перед сдачей ЕНТ он волнуется. Хотя в том, что наберет высокий балл, уверен. Поэтому и настроение хорошее. Вот и делится им абитурент со своими товарищами. Думаю, набрать 125 минимум. Вообще, конечно, если реально, то хочется взять грант. Потому что хотелось бы обрадовать своих родителей, оправдать их надежды. Всего в Кустанайской области из средних образовательных учреждений выпускается 4556 человек. Документы для сдачи единого национального тестирования подали 3031 школьник. Или 66% от общего числа. Тестирование будет проходить три дня – 3, 4 и 5 июня. В первый день ЕНТ сдают выпускники школ Рудного, Кустаная и Аркалыка. Мы спорим полемически, почему такой отбор, почему участвует мало. Я думаю, наверное, в этом тоже есть свои положительные моменты. Потому что идут уже мотивированные ученики, значит, идут те, которые действительно хотят получить высшее образование. И, конечно, уже настрой другой. Они уже привыкают к тому, что работают все подавители сотовой связи. Значит, надо надеяться на свои знания. Тестируемые. Убедительная просьба. При входе, перед прохождением контроля через металлоискателей, ребят просим проходить налево, девушек направо. Чтобы время не занимать, телефоны у кого в карманах сразу сдайте родителям. В первый день сдачи ЕНТ в Кустанайской области тестирования прошли 1618 учащихся. То есть, больше половины. Прогнозы по итоговым баллам у педагогов высокие. В среднем, уверены учителям, по области будет результат около 80 баллов. И все потому, что в течение учебного года со школьниками усиленно занимались. Проводили профориентационные работы и готовили к тестированию. В течение года все дети без исключения проходят пробное тестирование неоднократно. И уже и в пунктах тестирования здесь они были. Каждый знаком с аудиторией. Когда подходит время написания заявления в апреле месяце, они уже точно определяют, будут они сдавать ЕНТ или нет. Напомню, что эта процедура добровольная. В Кустанайской области 117 претендентов на знак отличия Алтынбольга. Результат тестирования будет известным по итогам третьего дня сдачи экзамена. Александр Стаканов, Ярослава Богатырева, РТН.